Передо мной файл Excel с семью тысячами с половиной комментариев, оставленных пользователями YouTube к роликам. Что за ролики? Ролики, посвященные раздельному сбору бытовых отходов, которые я выгружал в предыдущих видео. Выгружал ролики, потом выгружал комментарии и ответы комментариям. Семь тысяч с половиной комментариев. Это могли бы быть не комментарии, могли бы быть описание видео, посты в социальных сетях, новости с новостного портала, научные статьи, что угодно. Главная характеристика ситуации, что текстов много, комментариев много. Я даже не знаю, все ли эти комментарии релевантны теме раздельный сбор. Скорее всего, не все. Какая доля среди них не релевантна? Есть комментарии очень короткие, я. Есть комментарии очень длинные. Есть комментарии просто со ссылками, допустим, на ролик. Есть комментарии, состоящие из эмодзи. Очень много вариантов. Я хочу вытащить из них всю доступную информацию за максимально короткое время. Если их все читать, то это будет очень долго. Поэтому надо прибегнуть к помощи автоматизированных алгоритмов. Алгоритмов текст майнинг. Есть как минимум четыре направления, четыре группы задач. Четыре группы задач. Каждую из них я раскрыл в прошлой серии. В этой серии я решу первые три группы задачи методом topic modeling и вспомогательными методами. То есть да, я посмотрю на наполненность документов, то есть насколько многословны были авторы комментариев. Я найду среди комментариев нерелевантными теме раздельного сбора отходов и сгруппирую все комментарии к обозримому числу топиков. Но сначала короткий обзор актуальных методов topic modeling. Разработка методов topic modeling это молодое развивающееся направление компьютерных наук, в том числе компьютерной лингвистики. Один из первых методов, заслуживших широкое признание, называется probabilistic latent semantic analysis и LSA. В пяти пунктах я раскрываю суть этого метода, а также в пяти же пунктах раскрываю проблемы, сопряженные с применением этого метода. Главная проблема состояла в том, что метод давал неустойчивые результаты. Они были неустойчивы с точки зрения применения к разным выборкам из одного и того же корпуса документов. То есть есть условно 7000 комментариев. Если разбить их на несколько выборок и применить к каждой из них метод PLSA, результаты могут оказаться сильно разные, потому что метод подвержен оверфитингу или переобучению. Кроме того, метод основан на теореме байса, поэтому на содержание результатов очень сильно влияет начальный random seed, то есть начальная точка работы генератора случайных чисел. Таким образом, первые три проблемы специфичны для этого метода, но есть и менее специфичные. Четвертая проблема состоит в том, что метод предоставляет выбор, из множества моделей. Условно, есть вариант с десятью топиками, есть вариант с одиннадцатью топиками и так далее. Некий диапазон, количество топиков. Хотя модели могут различаться не только количеством топиков. И как же выбрать, какая из моделей лучше? Интуитивно ясных, очевидных критериев для такого выбора этот метод не предоставляет. И наконец, этот метод не обладает достаточным набором инструментов для реализации интерпретируемости модели. Инструментов или ориентиров, которые помогают исследователю интерпретировать полученную модель. Наследником метода PLSA стал метод LDA. Самый популярный метод топик-моделинг на текущий момент. Главное отличие метода LDA от PLSA в том, что в него добавлен регуляризатор на основе распределения древних лет. Этот регуляризатор призван решить некоторые из проблем метода PLSA. В частности, проблему переобучаемости. И действительно, метод LDA дает более устойчивый результат с точки зрения оверфитинг. Но, к сожалению, метод продолжает опираться на теорию Мобайса. И поэтому его результаты также могут сильно зависеть от начальной точки работы генератора случайных чисел. И сохраняют свою силу проблемы, связанные с неочевидными критериями лучшей модели, алгоритмом достижения этой модели и ориентировать для оптимальной интерпретации полученных топиков. Следующим методом в эволюции методов Topic Modeling стал метод Additive Regularization Topic Model . Как вы видите, первая, вторая и третья проблемы, которые были в методе PLSA, решены, успешно решены. Но все равно следует сказать, что результаты, которые метод ARTM предоставляет пользователю, они очень обширны. И можно бесконечно долго менять настройки этого метода и получать все новые и новые модели. И снова встает вопрос о том, какую из них выбрать и достигнуто ли лучшее из возможных моделей. И ясных ответов на эти вопросы метод ARTM не дает, по крайней мере, ясных для пользователя неискушенного в Topic Modeling. И, наконец, группа методов, пришедших не из компьютерных наук, разработанных социологами для социальных наук, относится к нашему пакету Run Done. Эти методы тоже базируются не на теории Байса. И что не менее важно, может быть даже более важно для пользователя, предоставляют простые критерии выбора лучшей модели из возможных и алгоритмы его достижения. Именно метод из пакета Run Done я и применю. Но прежде чем перейти к скрипту, еще немного теорий о том, как применяются методы Topic Modeling, независимо от того, какой конкретный метод выбран, а также конкретика, относящаяся именно к методам пакета Run Done. Topic Modeling включает два шага. Первый шаг – это выбор модели. Обычно метод Topic Modeling предоставляет очень обширный выбор возможных моделей, из которых надо выбрать ту, которая дальше будет интерпретироваться. Выражаясь простым языком, что должно быть у лучшей модели. Она должна объяснять максимальную долю информации, содержащейся в исходных документах. Она должна обеспечивать максимальную однородность токенов и документов внутри Topic. Что такое токены, я, кстати, рассказывал в прошлой серии. И, наконец, она должна обеспечивать максимальную разнородность токенов и документов, принадлежащих к разным Topic. То есть, чтобы документы и ключевые токены внутри одного Topic были не похожи на ключевые токены и документы в другом Topic. Если говорить конкретно о пакете Run Done, то в нем есть две матрицы, как в других методах Topic Modeling. Матрица документа Topic называется Scores и также называется в ячейках этой матрицы. А матрица токены Topic называется Loading. Методы Topic Modeling из Run Done содержат также такой параметр, как Variance Accounted For, сокращенно ВАП, то есть доля объясненной модели информации. Как раз то, что и должно максимизироваться. И некоторые базовые идеи методов из пакета Run Done. Максимальная однородность токенов внутри Topic и разнородность токенов, принадлежащих к разным Topic достигаются посредством применения методов главных компонентов. И второе предположение, основанное на первом, состоит в том, что если ключевые токены внутри Topic однородны и между Topic разнородны, то и документы внутри Topic должны быть однородны, а между Topic должны быть разнородны. Простота применения методов из пакета Run Done заключается в том, что на этом первом шаге выбор модели осуществить очень легко. Как раз по параметру VAM. Набирается модель и дальше ее следует проинтерпретировать. В целом процесс интерпретации выбранной модели для любого метода Topic Modeling предполагает поиск ключевых токенов для каждого топика. То есть токенов, максимально связанных с тем или иным топиком. Это группа ключевых токенов для каждого топика и должна быть проинтерпретирована. То есть надо понять смысл этой группы токенов. Оптимально, если для интерпретации топика достаточно самих этих токенов. И так происходит, если токены совместимы по смыслу. Чуть дальше будут примеры. Но так бывает далеко не всегда. Бывает, что токены не выглядят совместимыми по смыслу. Тогда следует добавить в процесс интерпретации документы, связанные с интерпретируемым топиком. Но бывает так, что токены не только несовместимы, но и противоречат друг другу. Также в целом наблюдается противоречие между токенами и документами. И тогда топик следует признать неинтерпретируемым. Если неинтерпретируемых топиков много, то следует задуматься о смене метода topic modeling или чистке корпуса документов. Конкретно касательно методов из пакета random. Нужно ориентироваться, опять же, на Scores и Loadings. Интересуют именно документы с высокими по модулю значениями Scores и токены с высокими по модулю Loadings. Причем Scores не имеют границ, они изменяются от минус бесконечности до плюс бесконечности, а Loadings лежат на отрезке от минус одного до одного, что удобно. Полярные документы и токены образуют противоположные полюсы топика. Обычно выражен только один из полюсов, что упрощает интерпретацию, но бывает, что выражены и оба полюса. И тогда нужно еще и понять, в чем состоит смысл противопоставления этих двух полюсов. Это очень сложный ключ. В оставшейся части этой серии я покажу построенную модель, покажу ее интерпретацию и, наконец, покажу скрипт, а точнее два скрипта, на основе которых модель и построена. В итоге я получил Excel документ, содержащий примерно 1900 строк. В этих строках снова расположены комментарии, сгруппированные по топикам. При этом количество 1900 должно пугать. На самом деле здесь меньше уникальных комментариев, потому что некоторые комментарии много раз повторяются. То есть реально в этой базе, то есть реально в этом файле, несколько сот уникальных комментариев. Сравните, в исходном файле было 7500 комментариев с уникальными ID, но при этом по содержанию нельзя было оценить, насколько они уникальны. А в этом файле несколько сот уникальных комментариев. Они сгруппированы в 133 топика или тем. Для каждого топика представлено 15, хотя можно менять число, но в моем случае эмпирическим путем я пришел именно к 15. 15 комментариев в каждом топике. Вот, например, 21 топик, и его репрезентируют эти 15 комментариев. Каждый из этих комментариев имеет свое значение score. Для этого топика, для 21 топика, этот комментарий имеет самый большой по модулю score, он самый полярный, этот комментарий. Дальше score убывает, эти комментарии менее полярны. Разница очень велика, об этом я еще скажу. Но в целом этот топик вполне себе интерпретируется и по токенам, и по содержанию репрезентирующих комментариев. В этом топике люди рассказывают об освоении процедур раздельного сбора и о личном опыте раздельного сбора отходов. При этом не все репрезентирующие комментарии содержательно укладываются в общий смысл. Они выбиваются, причем они выбиваются не только из смысла данного топика, они в принципе выбиваются из темы раздельного сбора отходов. Ведь власть – это механизм. Такой философский комментарий с политическим оттенком. А это совсем не философский комментарий, но тоже политического оттенка, довольно злобный. Тоже не имеет никакого отношения к раздельному сбору отходов. И этот комментарий тоже не имеет никакого отношения к раздельному сбору отходов, а имеет отношение к вопросам, связанным с ограничениями во время пандемии. Давайте посмотрим на сами токены. Не то чтобы они идеально совместимы и легко интерпретировались, но и кардинальных противоречий между этими токенами и смыслом, который я придал этому топику, я тоже не вижу. Кроме того, очень важно понимать, что это пробный заход. Здесь я ищу топики, но понимаю, что эти топики не окончательны, потому что среди комментариев очень много нерелевантов оказалось. Даже в этом топике я не присутствую, но есть много топиков, составленных именно из нерелеванных комментариев и нерелеванных токенов. Например, топик номер 22. Очень неожиданный топик. Топик про шампуни и прочий уход за волосами. Посмотрите. Раньше я любил твердый шампунь, он хорошо промывал, отлично пенис. Пробовал год назад, лаж тоже. Совсем не понравился. Не промывал, вызывал зуб. Я лично и давний фан, так что как только увидел, что выпускают твердый шампунь, сразу купил две штуки и так далее. Как вы видите, метод топик модулин прекрасно справился с тем, чтобы объединить в один топик близкие по смыслу комментарии. И на следующем этапе эти нерелевантные и другие нерелевантные комментарии будут удалены. Тем самым база комментариев будет очищена, после чего снова можно применить топик модулинг. И полученные топики будут гораздо качественнее. Хотя, скорее всего, найденные на этапе пробного топик модулинг во многом сохранятся. Это топик про шампуни. Давайте посмотрим на топики про политику. Они находятся сверху, потому что их довольно много. И более того, такие политические комментарии выглядят как некоторый спам. То есть, встречаются много раз. Они имеют уникальные ID. То есть, это не ошибка в выдаче YouTube. Просто авторы этих комментариев активно копипастили или другими словами спамили под изучаемыми видео. Ну, пожалуйста. Ни одного комментария в этом топике релевантного темы раздельный сбор нет. Пойдем выше. Я не буду читать. Кстати, вот здесь вот вы видите, что повторяются. Повторяются. Текстово. Вот здесь текстово не повторяется, но содержательно повторяется. Политический против указа Собянина, связанного с ковидными ограничениями, снова спам. Вот этот комментарий уже неоднократно встречался. Конспирологический комментарий о том, что пандемия была придумана, чтобы ослабить страны БРИКС. Другая конспирология, связанная с якобы опасным излучением, которое свойственно вышкам 5G. А первое место занимают нерелевантные мои теми комментарии, содержащие по большей части не просто спам, а спам с гиперссылками. И как вы видите, здесь есть столбец релевантности теми исследований, и мы представляли в этом столбце нолики и единички. Ноль, если комментарий нерелевантен, и единичка, если комментарий релевантен. То есть это релевантен. Потому что, видите, хоть этот комментарий является таймингом по сути, но здесь речь идет о раздельном сборе. Вот посмотрите на почве видео про раздельный сбор отходов предпринимателей, производящие контейнеры, постят свою рекламу. Вот, видите, как хитро. И я решил тоже внести свою лепту в экологическую обстановку в России. И начинаю малое производство подобных европейским контейнерам из стеклопластика. Половину дешевле, чем в Европе. И вот девятый топик относится как раз к рекламе. И тоже эти комментарии на следующем этапе будут исключены из анализа. На основании столбца релевантность комментариев в теме исследования будет применен метод машинного обучения с учителем. В этот метод будут поданы эти нолики и единички. Эти нолики и единички характеризуют только те комментарии, которые репрезентируют каждый из топиков. То есть не все 7500, а только несколько сот комментариев. Они уже размечены ноликами и единичками. Метод машинного обучения обучится на этих нескольких сотнях комментариях и будет применен к остальным комментариям. Если сделать все хорошо и аккуратно, то метод машинного обучения с учителем позволит быстро разделить все комментарии на релевантные теми раздельного взора отходов и нерелевантные. После чего я повторно применю топик-моделинг только к тем комментариям, которые релевантны теме моего исследования. Ну а пока можно констатировать, что уже нашлись много релевантных теме исследования топиков. Сколько времени занимает интерпретация одного топика? Имея вот такой эксайдовский файл, нужно всего лишь прочесть 15 комментариев и каждый из них пометить как релевантный или нерелевантный и с учетом токенов, относящихся к этому топику, придумать короткое и емкое название этому топику. Например, вот эти топики, они посвящены тому, что производители упаковки несут большую долю ответственности за замусоривание нашего мира. И поэтому должны предпринимать некоторые шаги по унификации упаковки, чтобы проще было сортировать людям, и по утилизации упаковки. Так вот, прочесть 15 комментариев и разметить их, и придумать им название занимает не больше 10 минут. В моей модели 133 топика. Получается примерно 1330 минут. 1200 минут – это 20 часов. Условно 25 часов. Конечно, сидеть 25 часов подряд, читать комментарии и размечать их – это утомительно. Поэтому лучше разделить процесс на несколько подходов. И тогда, знаете, интерпретация условно 20-25 топиков в день не выглядит обременительно. И за неделю можно получить очень качественный результат. И теперь, наконец, сам скрипт. А точнее, два скрипта. Почему два скрипта? Потому что в первом скрипте происходит выбор модели. А если по-простому – выбор количества топиков в модели. При этом выдача всех чанков в процессе выбора количества топиков может быть довольно объемной, поэтому файл будет таким громоздким. будет медленно грузиться, медленно исполняться. Поэтому первый из двух скриптов решает только задачи. Помочь определиться с числом топиков, построить модель с этим числом топиков и сохранить в формате CSV матрицы токены-топики и документы-топики. В рандане эти матрицы называются Loading и Scores. Эти матрицы станут результатом работы первого из двух скриптов. А на вход этому скрипту подаются матрицы, документы-токены, которые я получил в прошлой серии. В прошлой серии я получил матрицу с абсолютными частотами и с метрикой TF-IDF. Работать я дальше буду только с матрицей с абсолютными частотами. Первичный анализ токенов. Здесь я узнаю, что токены встречаются в среднем 12 раз. То есть, имея 7368 документов, каждый токен, вот они токены, встречается в среднем 12 раз. Он может встретиться несколько раз в одном документе, может встретиться по одному разу в 12 документах. Но учитывая, что распределение смещенное лучше репрезентирует это распределение медиана. А медиана в четырем. Получается, что либо каждый токен в четырех документах по одному разу встречается, или может встретиться в одном документе два раза, и еще в двух документах по одному разу. Более важным представляется понять, сколько токенов приходится на один документ. И вот оказывается, если опять же объективиться на медиа, что на один документ приходится шесть токенов. То есть наиболее типичный комментарий содержит шесть слов, шесть уникальных слов. При этом здесь в расчет не берутся стоп-слова. Стоп-слова в расчет не берутся. Уникальных, нагруженных смыслом слов шесть. В наиболее типичном документе, то есть комментарий. Это число надо запомнить, потому что и дальше буду его использовать. Дальше переходим непосредственно к Topic Modeling. Убираю из матрицы с частотами столбцы с текстом, как исходным, так и предобработанным. Сейчас он мне будет не нужен. Ни тот, ни другой. Дальше следует произвести два запуска класса PC. Первый пробный, второй итоговый. При пробном запуске никаких настроек менять не надо. Класс и его метод fit работают с настройками по умолчанию. Если просто запустить эти два чанка, то это быстро отработает. Это будет работать около 30 минут, а может дольше. Потому что очень долго будет выгружаться вся вот эта информация. Видите, какая длинная таблица, очень длинная таблица, но она нужна. Потому что именно на ее основе и надо выбирать количество топиков. То есть выбирать итоговую модель для дальнейшей интерпретации. Эта таблица нужна. Я прокручиваю вниз, и эта таблица имеет 7 с лишним тысяч строк. А дальше смотрите. Я прервал процесс. Почему? Потому что сама таблица мне как раз и нужна. Все остальное, то, что выводится дальше, мне не нужно. Результаты пробного запуска. Это очень важно. Во-первых, я увидел, что модель с настройками по умолчанию объясняет 84% информации. 84% – это хорошо. Но только топиков получается 3986. Это слишком много. Хотя, если есть время, почему бы и не потрудиться. Также я вижу из таблицы Explained Variance, что 50% я прокручиваю наверх до уровня 50% в правом столбце. Правый столбец – это накопленный объясненный процент. Вот 50% исходной информации объясняется примерно 600 топиков. Здесь кровная граница 543. Я здесь написал 84. Ну ладно. Но 543 тоже много. Тогда я еще выше поднимаюсь по таблице Explained Variance и ищу в этом столбце число 6. Почему? Я хочу, чтобы топик объяснял не меньше 6 токенов, потому что типичный комментарий состоит из 6 токенов. Если топик объясняет 6 токенов, то значит этот топик сопоставим с размером комментариев. Вообще, вот этот столбец, который называется Eigen Value, если в самый верх попутить, то там будет подпись Eigen Value, показывает, сколько токенов объясняется топиком. Посмотрите, первый топик объясняет очень много токенов. Первый топик – самый насыщенный токенами. Но, как я уже показал, к сожалению, в первый топик пошли именно нерелевантные топики и нерелевантные документы. Это свидетельствует о том, что среди собранных много комментариев очень много нерелевантных комментариев. И после чистки от этих комментариев ситуация кардинально поменяется. Если обобщать, то, конечно, первые топики, то есть топики, которые объясняют больше всего информации, должны быть релевантными теме исследования. Другими словами, должны содержать внутри себя и токены, и документы, которые релевантны теме исследования. В моем случае это не так. И когда я это увидел, я понял, что предстоит убирать многие комментарии и строить модель заново. Учитывая, что вся эта тематическая модель, которую я здесь готовлю, в следующем скрипте оформляю и дальше интерпретирую в экселевском файле, вся эта модель, она пробная. Она содержит нерелевантные комментарии. Она нужна во многом для того, чтобы разметить комментарии, указав, какие из них релевантные, а какие из них нерелевантные. Поэтому я и отношусь спокойно, потому что эта моя пробная модель объясняет всего лишь 25% информации. Когда я буду строить итоговую модель, когда я буду видеть, что комментарии релевантны, уже будет интерес проинтерпретировать больше топиков. Ну, может быть, не 500, но может быть, несколько сотен топиков. Опять же, когда будут удалены нерелевантные комментарии, скорее всего, и количество топиков, которые объясняют 50% информации, оно будет поменьше. Не 500, а как раз несколько сотен. Потому что и комментариев будет меньше, и комментарии будут более однородны. Значит, они смогут объединиться в меньшее число топиков. Ну, а теперь надо перезапустить класс PCA, но указав уже количество топиков, для того, чтобы построились матрицы Scores и Loading. Потому что здесь я прервал процесс. Они не построились. Они мне были и не нужны. Потому что они строились для числа топиков, указанного по умолчанию. А по умолчанию здесь, в этой модели, предполагалось 1986 топиков. Столько топиков мне точно не нужно. А сейчас я указываю, что требуется 133 топика. И указываю Rotation. Rotation помогает интерпретировать. Поэтому я указываю. В пробном чанке, если ничего не указывал, в итоговом чанке я указываю число топиков и вращение. А также прошу не выводить результаты. Потому что прорисовка всех этих таблиц, она занимает много времени. А еще утяжеляет выдачу. Поэтому прорисовка мне не нужна. Я уже определился с числом топиков. Больше смотреть в этом скрипте мне не на что. Теперь, когда итоговая модель построена, но не выведена, не прорисована, чтобы файл был полегче, осталось сохранить матрицы токены-топики. Первое. И документы-топики. Второе. Формат CSV. Модель хранится в объекте PCA. Ее не видно, но она там есть. К объекту PCA. Применяю атрибут component-loadings-rotated и достаю при помощи этого атрибута матрицу токены-топики. Сохраняю в CSV обязательно с индексом. Обязательно. Иначе потеряется связь между токенами и их loadings. С матрицей документы-топики посложнее. Она достается при помощи метода transform. Название метода transform очень распространено и применяется во многих пакетах и модулях. И предполагает применение модели для того, чтобы что-нибудь рассчитать. И рассчитываются scores для каждого документа. Документы идут по строкам. Но пока что они имеют только номерацию, соответствующую номерам исходных комментариев. Чтобы здесь были и столбцы с текстом, их надо вернуть. Сверху я временно убирал эти столбцы, а здесь пришло время их вернуть. Иначе интерпретация будет затруднена в дальнейшем. В этой строке кода я возвращаю два столбца с текстом. И такую дополненную двумя столбцами матрицу отправляю в CSV. И обязательно с индексом. Здесь индекс отвечает нумерации комментариев. Если потерять этот индекс, связать комментарии с их характеристиками, хранящимися в другом файле, экселевском файле, будет затруднительно. После того, как две матрицы отправлены в CSV, я перехожу в следующий скрипт, где достану их и продолжу обработку. Здесь много методов применяется и атрибутов, но в целом скрипт довольно короткий. Загружаю две матрицы, loadings и scores. Еще раз напоминаю, что это такое. Напоминаю принципы интерпретации. Их я уже озвучил в начале серии. И дальше сразу итоговый чанг, который проходится по всем топикам. Здесь цикл, который проходится по топикам с 1 по 133. При этом здесь сверху три настройки. Сколько документов будет выводиться для каждого топика. Сколько токенов для каждого топика. Вот я взял по 15. Я брал и другие числа. Мне кажется, что 15 в моем случае это оптимально. В других случаях могут быть другие числа. И порог loadings. Loading – это связь между каждым токеном и каждым топиком. Чем сильнее связь между топиком и токеном, тем сильнее принадлежность этого токена к этому топику. Если какой-то токен имеет слабую связь со всеми топиками, то такой токен и не надо никуда включать. Поэтому требуется порог отнесения токена к топику тому или другому. Вот я устанавливаю по модулю порог 0.5. Если какой-то токен ни к одному топику не относится, то я его никуда не включаю. Этот порог можно снижать, можно повышать. Это надо смотреть на то, что получится в итоге. Вот с такими настройками запустить, посмотреть, что получается. И решить, менять или не менять. И дальше формируется огромная выдача, которая, впрочем, не очень много весит. Для каждого топика здесь графики и таблички с ключевыми токенами и ключевыми документами. Но эта выдача нужна только как дополнительная. Вот если возникнут вопросы при работе с экселевским файлом, которые я уже показываю, вот если возникнут вопросы при работе с этим файлом, то тогда возвращаюсь в скрипт, и в скрипте что-то меняет. Вот, например, ситуация довольно типичная для моей модели. Когда есть документ с очень большим score, здесь несколько документов, судя по тому, что точка жирная, а все остальные документы вот здесь далеко. Это плохо, потому что именно вот эти документы на себя перетягивают настройки моделей. Гораздо лучше, когда есть большая группа, кучкуется, потом промежуток, и потом остальные документы. Так хорошо. Если бы здесь было много точек, тоже было бы хорошо. После чистки от нерелеванных комментариев, скорее всего, так и будет. Я использую конструкцию try-except. Она нужна на тот случай как раз, если получится, что для каких-то топиков не нашлось токенов, преодолевших порог 0.5. В моем случае вот эти пять топиков попали в такую ситуацию. Для них не нашлось токенов, преодолевших порог 0.5. Мне кажется, что снижать порог 0.5 неправильно. С другой стороны, те, кто пользуется методом LDA, например, самым популярным методом, тем топик-моделинг на текущий момент, знают, что аналоги нагрузок, которые выдает LDA, бывают очень низкими, гораздо ниже 0.5. 0.1, 0.2, гораздо ниже 0.5 по модулю. В очень многих исследованиях с применением LDA нагрузки оказываются ниже 0.5. О чем это говорит? О том, что такие топики, которые содержат токены с нагрузками ниже 0.5, они почти ничего не объясняют. Очень мало информации они объясняют. И в целом такие модели, скорее всего, объясняют очень малую долю информации. Но проблема в том, что LDA не выводит показателей объясняемой информации. Возвращаемся к этой проблеме. Не выводит. Те, кто применяют метод LDA, не знают, какой процент информации они своей моделью объяснили. А какой процент потеряли? Та же история и в PLSA, и в ARTM. Та же самая история. С точки зрения этой истории можно снизить порог. И тогда вот эти пять топиков наполнятся токенами и станут участвовать в дальнейшем анализе. А сейчас они не участвуют в дальнейшем анализе. Если бы не было конструкции TryExcept, то вот эта проблема пустых топиков она останавливала бы этот чанг. Вот этот блок и этот блок они уже знакомы вам из предыдущих серий. из серии про писательную статистику. Это просто блоки, выводящие как раз инстаграммы и бокс-плот для каждого топика. Сверху для документов, снизу для токенов. Вот этот блок позволяет вывести табличку с ключевыми для данного топика документами. 15-ю ключевыми документами, отсортированными по их скор, по величине скор. Выводится 15 методом HEAD. Справа стоит HEAD, который как раз и позволяет вывести верхние 15, потому что здесь у меня 15 заодно. Верхние 15 строк датафрейма. А здесь то же самое происходит, но с токенами. Выводится 15 ключевых токенов. Этот блок посвящен обработке каждого из полюсов, поскольку теоретически и токены, и документы могут группироваться на каждом из полюсов и в плюсе, и в минусе. Надо поработать с каждым из них. Здесь я сначала работаю с положительным плюсом. Этот блок активируется, если есть токены, у которых лоудинг больше 0,5. Если они есть хотя бы один, то этот блок активируется. Игра сформируется в столбце будущего Excel-файла, вот все эти столбцы формируются в этом блоке. Видите, вот название этих столбцов. Видите, посмотрите, какие столбцы формируются, заполняются в этом блоке. Торпик токены, токены MIM LOADING. В этом столбце записывается среднее значение лоудинг для ключевых токенов данного топика. С положительный лоудинг больше 0,5. Только о них идет речь. И два пустых столбца, чтобы потом уже заполнять ручную релеванность с теми исследованиями, куда в самом Excel-файле я буду ставить 0,1. И название топика. И то же самое для отрицательного полюса. Если есть хотя бы один токен, у которого лоудинг отрицательный и меньше минус 0,5, то активируется этот блок. Поскольку, как я уже отмечал, обычно топики однополярные, то активируется либо этот блок, либо этот блок. Но, наверное, может быть ситуация, когда они активируются оба. И у некоторого топика будет два полюса. И, наконец, два блока объединяются в один датафрейм summary-editional. Он наполняется на каждый итератс. То есть для каждого топика он наполняется заново. Указываю название столбцов, чтобы было единообразие. И на выходе из каждой итерации summary-editional добавляется к общему датафрейму, который накапливает блоки для каждого топик. В моем случае 133 блок. Что же это я? Записал строки кода, которые выходят за границы видимости. Так дело не пойдет. Посмотрите на код, который больше не вылезает за границы видимости. Код с переносами. Slash, точнее, backslash, отвечает за перенос. Можно поставить практически в любом месте кода и нажать Enter будет перенос. Причем будет работать. Если без него, то не факт, что будет работать. В этой строчке кода я добавил backslash в этой. Теперь видно, что здесь стоит int, здесь стоит min для расчета средних значений. И здесь то же самое. Добавил backslash и перенес. Теперь все видно и при этом все работает. И, наконец, остается только сохранить в Excel dataframe, содержащий 133 топика. И здесь снизу я записал свои наблюдения, сделанные в процессе интерпретации топиков. Здесь, конечно, не все наблюдения, но некоторые из них, которые в дальнейшем мне могут пригодиться при переходе к следующему этапу. К чистке от нерелевантных топиков и к созданию новой модели topic modeling на очищенных данных. Но это в следующих сериях. Продолжение следует...